СМС, социальные сети и имейл давно и плотно вошли в жизнь каждого современного человека. Обмен информацией занимает даже не секунды, а мгновения. Все реже люди обращаются к старому доброму письму, которое пишут от руки, запечатывают в конверт и наклеивают марку. В Международную неделю письма в гимназии номер 32 вспомнили, как общались еще несколько десятилетий назад. Они привыкли уже, мне кажется, писать СМСки, они привыкли уже писать имейлы, но когда я им сейчас предлагала написать письмо, и я им говорила, что они отправят, что они получат, может быть, кто-то из них письма, у них загорелись глаза. Для них это было очень интересно, для них это было необычно. Культура бумажного письма насчитывает не одну сотню лет. Зачастую подробности жизни известных персон историки узнают именно благодаря сохранившейся корреспонденции. В современном мире бумажное письмо уступает электронным средствам связи, прежде всего скоростью доставки до адресата. Но в то же время обладает важным, незримым преимуществом. В письме они смогут продемонстрировать и свой почерк, и свою грамотность. Потому что в СМСках мы не увидим почерк человека никогда, мы увидим обычный шрифт электронный. А грамотность нам поможет в обычной Т9 исправить наши ошибки. На тематическом уроке русского языка, посвященном Международной неделе письма, учащиеся шестого класса знакомятся с правилами составления бумажного послания. Традиционная композиция состоит из приветствия, причины обращения, основной части вопросов и заключения. Далеко не все эти пункты можно встретить в наспех сочиненной СМС. Для ежедневного обмена информацией письма, пожалуй, уже не подходят. Однако поздравить друзей или родственников с важной датой, пригласить на торжество или отправить памятную открытку лучше, конечно, с помощью бумажного носителя. Я писала уже, это как бы не сложно, но смотря, о чем пишешь. Если как бы есть темы, которые не сильно легко понять и написать. Поэтому я делала открытки разные и клала в конверте, также отправляла. Получить бумажное письмо от близкого человека всегда приятно, не менее приятно и отправлять послания. Создать красивое и аккуратное письмо – это целый ритуал, стоит ему поучиться. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иванова. С помощью телефона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова